Рубрика Ханафийский Мазхаб. Какой водой можно совершить омовение? Для того, чтобы совершить большое или малое омовение, можно использовать дождевую воду, растаявающую снег, воду из ручьев, рек, родников и колодцев, а также морскую воду, даже если она соленая. Разрешается использовать для очищения воду, смешанную с чем-либо из чистого, что изменило одно из ее свойств. Например, воду бурного потока, смешанную с глиной. Нельзя совершить частичное или полное омовение соком деревьев и плодов, а также водой, которая смешалась с чем-либо, что стала преобладать и в результате этого вода перестала быть водой. Например, напитками, уксусом, бульоном и т.д. Не разрешается совершить омовение водой, которая уже была использована для большого или малого омовения. Или той, которой омывали тело с целью поклонения. Например, если помыть руки перед едой в качестве сунны, пророка, саллаллаху алейху ассаламу, или совершить сунут купания для пятничного намаза. Однако, если просто ополоснуть руки или совершить купание, желая освежиться в жару вода, после этого остается допустимой для омовения или купания. Вода, использованная после ритуального омовения или купания, считается чистой, но непригодной для повторного омовения или очищения от нечистот. То есть, если капли этой воды попадут на одежду или в сосуд с водой, которую вы хотите использовать для омовения, то это не вредит и не оскверняет одежду или воду в сосуде. Всевышний сотворил воду чистая и очищающая, однако она становится оскверненной, если в нее попадет скверна, наджаса. Малое или большое ее количество, так как пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаламу, сказал, «Пусть никто из вас не мочится в стоячую непроточную воду и не совершает в ней ритуальное купание» Аль-Бухари. Если скверна попала на одну сторону большого водоема, в котором движение воды на поверхности с одного края не достигает другого, то разрешается совершить омовение в другой ее стороне. В проточной воде скверная не задерживается в одном месте, поэтому такой водой разрешается совершить частичное или полное омовение, если в воде не видно ее следов. Вода становится оскверненной, непригодной для омовения, если в ней умрет какое-либо живое существо, имеющее жидкую кровь, будь то птица или животное. Однако она не оскверняется, если умрет животное, для которого эта вода является средой обитания, например, рыбы, лягушки и т.д. Вода не оскверняется, если умрет в ней живое существо, не имеющее жидкости при порезе. Это маленькие насекомые, клопы, мухи, осы и т.п. Непригодная для омовения купание вода, которая использовалась для удаления нечистот, будь то на теле или одежде. Вода после питья человека и животных. Вода, оставшаяся после питья человека, является чистой, будь это мужчина или женщина, в состоянии полового осквернения или во время менструации, – мусульманин или немусульманин. А также вода после питья любого животного, чье мясо дозволено употреблять в пищу. Вода, оставшаяся после питья собаки, свиньи и хищных животных, является скверной, непригодной для питья, омовения и т.д. Воду, которую пила кошка, дикая курица, которой есть нечистоты и хищные птицы, такие как орел, ястреб, используют нежелательно караат. То же самое касается остатков воды после питья всех живых существ, которые могут проживать в подвалах, домах, таких как змеи и мыши. Использование такой воды также нежелательно. Если, например, есть вода чистая и вода, из которой пила кошка, то нежелательно предпочесть воду после питья кошки. Если нет другой воды, кроме той, которую пила кошка, то следует совершить этой водой омовение и не совершать таяму, ритуальное очищение использованием земли, так как эта вода считается чистой, даже если ее использовать нежелательно. По вопросу об использовании воды, оставшейся после питья осла и мула, у ученых нет единого мнения. Некоторые из них считают, что эта вода становится наджасой, нечистой. Другие же полагают, что она чистая, но нежелательно для использования. Если у человека имеется только вода, которую пил осел или мул, то он должен совершить сначала омовение ею, а потом дополнительно таяму, дабы избавиться от этого сомнения. И в данной ситуации нет разницы, с чего он начнет, с омовения или таяму. Примечание. Следует иметь в виду, что если человек или домашние животные, о которых говорил свыше, съедят или выпьют что-либо из нечистот, а затем сразу выпьют воду, то вода, оставшаяся после питья, становится нечистой. То же самое касается того, у кого кровоточат десны или вышли рвотные массы. В таком случае им необходимо предварительно трижды ополоснуть рот. Или если человек многократно не сглотнет свою слюну, так чтобы во рту и на губах не осталось бы никакой наджас. А скверненными будут и остатки воды после питья ее кошкой, если она съела мышь и сразу же опустила пасть в воду. Но если это произошло через некоторое время, и она омыла пасть слюной, и следы скверны исчезли, то остатки воды после ее считаются чистыми. Но их использование нежелательно. Из книги Шар Мухтаса ла Худури. Вальхамду лилляхи Робби ла Алим.